Впечатляющий очень бой. Гонзалес дважды отправил Карабахала на пол, во втором и в пятом раунде, но Карабахал встал и смог нокаутировать Гонзалеса в седьмом раунде. Чем по ходу боя Карабахал начал чаще и сильнее попадать с третьего раунда, но и на способность Гонзалеса перебивать и вовремя контратаковать, пресекать все попытки соперника, она диктовала ход боя. В конце шестого боя Карабахал получил рассечение и знал, что ему нужно сделать что-то большее для победы. И он это сделал. Он нашел шанс, пошел в размен, и это закончилось жесточайшим ударом. Правым апперкотом, после этого левым хуком, и после этого Карабахал, конечно, полностью контролировал состояние соперника. Гонзалес после этого поединка провел еще два десятираундовых боя. Обоих победил. Карабахал защищал свои титулы в это время, также провел два поединка и закончил обе по своими победами. Затем был назначен реванш. Одиннадцатый месяц спустя, после первого боя, они встретились снова. Промотор Боб Аром знал, что это большой бой, и боксеры заслуживают больших денег за этот поединок. Обоим был гарантирован гонорар порядка одного миллиона долларов США. Матчмейтер Брюс Трамплер вспоминает, что Аром сделал, на самом деле, достаточно умный ход. Он мог заставить их драться куда за меньшие деньги, чем один миллион. Но зачем платить боксерам 750 тысяч, если, сделав ставку миллион, ты просто привлекаешь дополнительное внимание к этому бою. Это новый статус. Аром сам говорит, что я стал первым промоутером, кто заплатил миллион боксерам этого дивизиона, мягчайшего веса. До того никто такого больше не делал. Это, в общем-то, достижение, которым он будет гордиться. Итак, 19 февраля 1994 года, из Лос-Анджелеса, реванш между Майком Карбахалом и Умберто Гонсалесом. Пролетели 11 месяцев, и они вновь в ринге. И вновь та же жажда борьбы, та же жажда реванша со стороны Гонсалеса. И огромный интерес публики. Ну, а Бо Парум очередной раз доказал, что он не только большой промоутер, но он очень удачливый и умный бизнесмен. Да, по итогам первого боя какие-то выводы для себя они сделали уже. Они уже не так явно кидаются в обмен ударами оба. Карбахал старается держаться подальше от соперника. Ну, а Читита Гонсалес осмотрительно весьма выбирает момент, когда стоит сближаться. Вы слышите, что творится в зале, но это пока не соответствует тому, что мы видим в ринге. Действительно, в первом бою вы помните, как они кинулись друг на друга в первой секунде. Перед реваншем Умберто Гонсалес сказал, что я постараюсь изменить свой стиль. Я буду больше боксером, буду больше хитрить, больше обманывать. Потому что, в общем-то, ему нужна была эта победа. В открытом бою он же не хотел ее добывать. Карбахал дважды защитил перед этим. Успел за эти 11 месяцев дважды защитить титул. И оба раза выиграл досрочно. В седьмом и пятом раунде техническими нокаутами. Это должно его укрепить, конечно, в своих силах. Придать ему уверенности. Он чемпион. Но забрать обратно пояса. У Умберто Гонсалеса есть основания не меньше. Но обиды, злости. Зато поражение может быть даже и боль. Да, закруживает вокруг соперника Умберто Гонсалес. Забирает момент и в этот момент наносит там 1-2 удара жестких, четких. В общем-то так, в первом бою, то в большей степени действовал как раз Карбахал. Ну, пытался действовать. Ну, вот первый раунд позади. Такой выжидательный. Продолжение следует пока бой. Карбахал фаворит сообщает нам, что он был перед этим боем. Из расчета 3 к 1. У гулкмекеров. Да. Ну, он чемпион. Он дважды защитил, причем ярко, мощно защитил свой титул. Ну, в конце концов он моложе. А Умберто Гонсалес моложе не становится. Судивительно, как стиль изменился. Ну, в частности, у Читита Гонсалеса. Вообще, для мексиканских боксеров это не свойственно. Чаще всего они в той манере, в которой приучены боксировать, они и проводятся свою карьеру. Ну, здесь он абсолютно другим предстает перед нами. Посмотрите. Дистанция, ноги, нырки, уклоны, уходы. Ничего похожего на первый бой. Там была война, рубка. А здесь мы видим такой интеллектуальный, можно сказать, бой для бокса. Да, здесь внезапно обнаружилось, что у Крабахауа есть и джеб, которым он достаточно неплохо пользуется. В первом бою, конечно, у него просто не оставалось физических пространств, чтобы вытянуть переднюю руку. Умберто Гонсалес со временем был перед ним прямо. Где-то между рук со временем простался просунут один-два удара. Вообще-то не до джебов было. Да, и здесь он вытягивает чемпиона на себя с тем, чтобы, собственно, поймать его боковыми ударами в ответ. Не забывают про атаки по корпусу тоже. Зрители недовольны. У всех на память тот первый бой. Все хотят такого же кровавого зрелища. Ну да, но они слегка и подостыли за 11 месяцев, конечно, ребята. Ну, в общем, стиль, стиль изменился. И потом, если тогда были одни эмоции, гнев, не знаю, что еще, то здесь уже включился разум в одного и в другом. И при дальнейшей опасности теперь оба разрывают дистанцию. Так что большая часть этих ударов, размашистых, плеских, которые идут, они до цели не доходят уже. Да, в углу Умберто Гонсалеса, Игнасио Берестейн по прозвищу Начо. Уже известный в наше время тренер. Самый известный его боксер, наверное, Хуан Мануэль Мартес. Знаменитый мексиканец, который в контратакующем ключе любит боксировать, что тоже для мексиканцев не очень свойственно. Ну, в общем, в этом, в этой манере, что называется, он один из самых неудобных соперников, которые были у многих боксеров. Ну и что Гонсалес, что Маркес проводят вот такие многосерийные бои со своими главными соперниками. Здесь было три боя, у Маркеса четыре. Ну, Маркеса, кроме того, боишься с Марком Антонио Беррерой. Еще не закончил пока свою карьеру, как выясняется, Эрик Эль Тарибли Моралес. Может быть, он тоже хочет встретиться с Хуаном Мануэль Маркесом. Он давно хочет встретиться, но сам Маркес уже не готов. У него уже 40 лет, 41 скоро будет. Собственно, он хочет, наверное, более безопасный бой какой-то. Или за большие деньги. За большие деньги, потому что Маркес сейчас уже не представляет той опасности, как прежде. Увидели его последние бои. Все когда-то заканчивается. А у нас третий раунд. И все происходит. Боксеры действуют в том же ключе абсолютно. Но посмотрите, сколько движения прибавил Гонсалес в этом бою. Он шел вперед. Он больше сближался к первому поединку. Хотя не против был принять эту дистанцию и Карбахал тоже. Но здесь Гонсалес четко абсолютно, не скрывая, действует на дистанции. Тут уже Карбахалу надо идти. Рвать эту дистанцию, подходить ближе. Ну а зрителям все это продолжает не очень нравиться. Но на кону, друзья, очень много. Два пояса и миллион долларов. Да, ведь Умберто Гонсалес выглядит не плохо. Но при этом он злит обе части зала. И то, что болеет за соперника. Потому что, в общем-то, Гонсалес пока контролирует ход дела. И, собственно, своих фанатов. Потому что они-то ожидали от него открытого боя. В общем, можно считать, что зал свистит явно Умберто Гонсалеса. Но это на него сейчас не производит никакого впечатления. У него свой план, своя стратегия. И он очень четко пока все это выдерживает. Ну вот Берестейн как раз требовал всегда от своих подопечных максимальной дисциплины в исполнении плана на бой. Ни секунды он не стоит вот прямо перед Карбахалом. Постоянно в движении влево, вправо, вверх, вниз. Ну попробуй попади по такой теме. Остается только пробовать Карбахалу. Три раунда позади. Ну, обычно говорят, да, в первые раунды разведка. Поэтому ничего особого в ринге не произошло. Но здесь никакой разведки не нужно, буду, я у вас. Просто вот то, что делают боксеры, это то, что они придумали. А в основном, конечно, это касается Гонсалеса. Вот такой у него план на бой. И этим, может быть, он даже несколько обеспоражил Карбахалу. Это никакая была не разведка, а это вот такая тактика. Мне кажется... И, скорее всего, он ее будет стараться придерживаться и дальше. Но они в первом бою уже все разведали, если по ней идут по другу. Кровь появилась, опотное лицо Гонсалеса мы видим. Так часто бывает, что боксер, который единожды был жестоко избит или рассечен, у него потом в тех же местах дематомы вскатливают очень скоро. То есть, как бы, лицо Медиля Кота сейчас, после поражения от Антонио Маргаритто, после боя с Пакьяо, у него теперь при первых же касаниях лицо напоминает спелую сливу. То есть, опухает моментально. Ну, еще строение кожи, конечно. Но здесь просто сильное рассечение, мы сейчас с вами видим. Надо будет пиры, как следует поработать, в углу как нему. Но на действия Гонсалеса пока это, в общем-то, никак не влияет. Но ему выгоднее. Пытается, пытается поймать его, пытается достать. Но мы этого не видим, правда. Я даже не понял, когда произошло это рассечение. Скорее всего, это было столкновение. Хотя они очень мало сближаются. Ну, очень широко размахиваясь, атакует Карбахал. И вблизи, когда он резко сокращает дистанцию, он, конечно, на коне головы вперед это делает. Поэтому не исключено, что головой он это и нанес повреждение. Ну, вот и останавливает, подзывает врача. Да. Не надо посмотреть и все-таки вынести вердикт о возможности продолжения боя. Нос и бровь. Да, да ему еще один раунд, сказал врач-рефери. В общем, через раунд вряд ли что-то изменится в лучшую сторону с этим рассечением. Ну, к админам будет сейчас время поработать, может, удастся остановить. Ну, кровоизноса, она не столь страшная, но может мешать, конечно, дышать немножко, если там затруднено, дышать в носу. А вот это рассечение, оно точно над левым глазом, но оно не такое опасное, мне кажется, не такое глубокое. Ну, да, опасное рассечение, они находятся в основном над глазом, но под бровью. То есть века верхнего, когда повреждено. Это очень опасно, в таком случае, конечно, стремятся будет поскорее остановить. Ну, сейчас все, внимание к этому углу приковано, конечно. Сумеют ли справиться? Ну, такие катмены есть, которые и не с такими повреждениями справляются. Ну, да, мы помним прекрасно Диего Коралеса, который с пробитой щекой, через которую чуть не были видны его зубы, кричал Маргарет Гудман, доктору. А еще один раунд, дайте мне еще один раунд против Хоэля Косомайора. Тоже было классное противостояние. Да, три ярких боя. Он был Чико, а этот Чикита. Да, маленький Чико. Но, сравнение с Коралесом, он, в общем-то, головы на две его ниже. Казалось бы, да, есть рассечение, есть травма, которая может помешать. И, конечно, Гонсалесу, наверное, в этой ситуации надо действовать более решительно, постараться закончить бой пораньше, кто его знает. Но при этом, чем это может обернуться? Любое сближение, конечно, для Умберто Гонсалеса, чтобы нанести больше ударов, она чревата новыми столкновениями. Но с дистанцией нокаутировать Карбохалов практически невозможно. Все равно надо будет идти ближе. Он наверняка помнит еще те удачные для себя два нокдауна в первом бою. Да, но чтобы, в общем-то, отправить соперника на пол, вот, двигаясь на задней ноге в противоположную сторону от соперника, ну, трудно все-таки. Это практически невозможно, да, тем более, не будем забывать, друзья, что это 49 килограмм. Ну, вот неплохо пошел вперед Гонсалес. Китается вот эти последние секунды пятого раунда. Здесь у Карбохалов никакого благородства. Бьет он справа именно туда, где рассечение образовывалось. Конечно. Никакой речи о Хэроплейт нет. Но я, наверное, все-таки неправильно выразился. Фэрплей в боксе это немножко другое. А когда у соперника рассечение трудно требовать от боксера, чтобы он не бил туда, чтобы он избегал до этой точки. Но и с другой стороны, другой широко спустяный прием, когда боксер потрясен и он выплевывает капу раз и разом. Тоже, ну, не сказать, что он прям нарушает фэрплей или какой-то неписанный кодекс. Нет. Просто это, в общем-то, все средства хороши для выживания, для победы. Но здесь не идет речь о какой-то грубости, откровенном обмане, там, подводе и так далее. Это не парижский пластик. Бывают эти сознательные удары головой, локтем. Это действительно нарушается правило бокса. И вот тогда уже можно вспомнить о честной игре. Ну, верх на самом деле того, что нельзя делать, это, конечно, гипсовый порошок, который смешивают с бинтами. Да. Да. Который поливают затем водой, он твердеет, превращаясь в стенобитное орудие просто на кулаках. В общем, неоднократно уже боксеров ловили на этих приемах. Ну, в общем-то, моя позиция, что это надо приравнивать к уголовному преступлению. Наказание со смертельно опасным оружием и нападением. Остается только еще снять перчатки и осколочки стекла туда добавить. Ну, помним недавний случай совсем с Аттонио Маргаритом. Хоть он это отрицал, но там действительно было нарушение такого. Но ведь были зафиксированы действительно факты, что он делал этого на тренировках. То есть, тренировочные бинты были проверены и обнаружили и там остатки гипсового порошка. Ну, поэтому сейчас особое внимание к осмотру тейпиров уже забинтованных рук придается со стороны супервайзеров и рефери, когда они входят в раздевалку спортсменов. А у нас поострение. Бой становится поострее. Вот она снова та дистанция. И снова мы видим уже нечто похожее на первый бой. Зрители довольны? Остановил жестоким ударом встречным Бэггонсалес напор своего соперника. Немножко сбавил обороты Карбахал. поменял резко тактику Гонсалес пошел вперед. Этот раунд уже был получше. Да, в каждом раунде первые полторы там две минуты пока двигается Умберто Гонсалес рассечения его в принципе почти не видно. На последние минуты он ввязывается конечно в обмен ударами или просто его достает чаще соперник и начинает все кровоточить. И ничего кроме Вазелина. Да, сейчас разрешено использовать только вазелин со слабым раствором адреналина который добавляется туда чтобы быстрее затягивалось рассечение чтобы кровь сворачивалась переставала идти. Но в общем-то боли никакой особой такой боксеры в этот момент почти не чувствуют потому что все болевые ощущения выделенным адреналином тестостероном блокируются. Тиме как организм устроено но вот Рейфели тут внимательно смотрит потому что супервайзер интересуется как поживает рассечение Амберта Гонзалеса. Ну а Чикита начал раунд со своей атакой не так как предыдущий. на прямые удары в основном пришел Чикита Гонзалес но в общем-то это объяснимо ему не очень хочется подпускать к себе соперника слишком близко потому что любая вот такая возня вблизи она плохо сказывается на коже моментально отскакивает после атаки Гонзалес но сейчас очень опасно потому что голова плечо все на грани гонзалес таким явным желанием засадить посильнее и зря дать да потому что все эти движения соперник читает читает если карбахал начнет боксировать сейчас больше а вот это он тоже умеет он будет просто обыгрывать соперника пока обыгрывает и в общем-то гонсалес ну немного так вот а все равно в каждом раунде почти в америку рей шуга рионард где-то там во втором или третьем ряду бой конечно стал большим событием и первый бой и реванш в общем-то публика подобрала соответствующие ну учитывая что поединок там вегасе один вегасе но опаснее ванш уже в лос-анджелесе но вся элита все в общем-то топовые но и не гораздо близко в общем-то они расположены пол лос-анджелеса на выходные ездит в лас-вегас мы оттуда мексиканская публика да вот на такие атаки повторные с одной и той же руки могу ставить карбахал но почему-то вот только сейчас на это делать начинают карбахал под впечатлением вот этих досрочных побед в седьмом раунде в первом бою потом в следующие два боя когда он защищал свои пояса также досрочные в пятом седьмом раунде хорошим быстро привыкаешь тем более перед ним маячит вот это кровавое на лицо спортсменов противника это тоже вводит заблудение что тут уже на каком-то пределе находится можно вот-вот достать и срубить вот одним ударом достать удалось на излете уже ну остановился своем движении гонсалес после этого поднял руки сгруппировался что-то дальше надо делать похожий карбахал карбахал несмотря на вот эти свои наскоки не забывает на секунду а дистанция моментально разрывает его не остается после своего удара моментально отходит делают шаг а полгода назад ну вот видите отскочил первом бою такого мы с вами не увидим что-то ритм боя конечно совсем другое если раньше начинала тати карбахау а заканчивала в гонсалес перед чаще всего происходит наоборот просто достает ли в ответ карбахау вот сейчас недовольный таким ходом дела приходит чеки-то гонсалес в атаку ну в общем к этому моменту концу раунда уже снова начинает кровоточить его рано и он уже не видит часть ударов оппонента но сейчас начал действует более откровенно конечно но он почувствовал что его снимать с боя вот никто больше не собирается надо развивать возможный успех раунд номер девять вспоминаем реванш майкл карбахау унберто гонсалес манжалес 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 вот чувствуется на данный момент что тактическом плане гонсалес наверно все-таки готовился тщательнее чем чемпион у него были более веские причины для этого конечно он жаждал реванша но ведь этот карбахау ведь он тоже понимал кто выйдет против него в рынке с какими чувствами сейчас он выглядит несколько растерянным он как бы принимает боль он делает все что должен но чего то чего то все таки не хватает а манжалес ну вот Так кажется, что он экономит силы, и когда же, когда же он взорвется? Так ему не удается, он пытается опереться на цель, а цель не дает на себя операться. То есть удары, когда первый удар пошел в холостую, мимо цели, то второй уже, в принципе, как бы, ну, не наносит дальше. Посмотрите, какая мощная аутатра. Я прочитал его ритм, выяснил, когда соперник выдыхается, когда ему нужна пауза для того, чтобы передохнуть, и в этот момент, конечно, перешел в активную фазу атаки. Здорово, просто здорово. Раунд за мексиканцем. Ну, вот зрители начинают получать ту порцию удовольствия, которую у них, казалось, хотели украсть в начале боя. Он все встает на свои места. И видят теперь то, за чем пришли. Здесь, конечно, надо подсказать, подсказать что-то. Надо что-то передернуть. Что-то поменять резко. Что-то сделать неожиданное для соперников. Потому что бой, в принципе, близкий. Сейчас вот 10-й, 11-й, 12-й. Чемпионские раунды должны много решить в этом бою. Но если в углу Моберто Гонсалеса, такой знаменитый уже тактик, Игнасио Берлистейн, то у Карбахау в углу его брат, и даже при всем уважении, при том, что он может очень хорошо разбираться в боксе, он не может, скорее всего, выключить эмоции свои, когда речь идет о его родственнике на ринге. И реально оценивать ситуацию. Да. Конечно, эти двое, они связаны, оказались настолько плотно, что они даже в зал салуба были приняты вместе. В один день. На одном голосовании. Они действительно достойны друг друга. И достойны звания великих боксеров. Да, достал сейчас Гонсалес. Издали. Да, издали. Длинными ударами. Острый удар был, хороший. Но далеко он был, чтобы провести повторную атаку. Опять вот бьет. Как правило, одиночные удары Карбаха. Вот есть дистанция. Соперник, казалось бы, уже, но спиной у каната. Но проведите серию. Ну, а как уже сказал, он первый удар промахивается, дальше не бьет. Ему бы, да, если дать совет, опустить немножко прицела, начинать атаку в грудь соперника. В грудь, да. И попадешь в голову. Неожиданно начал. Продолжил атаку Гонсалес. Карбахал явно был не готов. Хотя особо урона не понес, но так несколько обескуражен. Сон обысушит дыхание, сердцебиение соперника Гонсалес. И знает очень четко тот момент, когда нужно перейти в атаку. И он подметил сейчас очень интересную особенность. Двигаясь назад, Карбахал не может нанести встречный удар. То есть, сталкиваясь, сдвигая, заставляя Карбахалу идти назад, он не опасается встречных ударов. Кто-то в пропорции не бьет. Нет, Карбахал вот в эти последние раунды явно потерялся. Он отдал инициативу. И он не знает просто, что делать сейчас. Сейчас уже Гонсалес близок к тому, чтобы досрочно завершить бой. Ну вот, тот размен, который был в первом бою. Ну, Карбахал опять не выиграл этот раунд. Это однозначно. Два раунда остается в этом поединке. И, похоже, окровавлены, травмированы. Умберто Чико Гонсалес, Чикита Гонсалес. Выигрывает этот бой. Такое впечатление складывается, что чемпион обескуражен, растерян в какой-то мере. И пока не нашел, не подобрал тот ключик, чтобы концовку выиграть. А с ней, может быть, и весь поединок. А Гонсалес начинает работать все активнее. Идет вперед. Уже нет той осторожности, которая была в начале боя. Он поймал свою волну. И он уже не так опасается соперника. Возможно, здесь сейчас сказывается то, что Карбахалу, таком большего роста, надо было больше сгонять весом. И труднее это, возможно, давалось. Сейчас он дышит уже очень тяжело. Раскрытым ртом через капу. И, конечно, учитывая, что темп-то боя, в общем-то, был в первой половине не очень высокий, все-таки, наверное, списать стоит на его физическую функциональную готовность не очень хорошую. Пропустил сейчас жесткий удар под туловище. Там же в голову боковой. Похоже, там в зале тоже началось какое-то противостояние между болельщиками. Да, такое ощущение, будто куски мяса сейчас будут отслаиваться с лица Ломберта Гонсалеса. Знаете, чем он занимался после окончания карьеры? Он стал мясником. Открыл три мясных лавки у себя в Мексике. И периодически сам до сих пор работает, как мясник. Робит мясо топором. Ну да, то, что крови он не боится, это было видно вот уже давно, во время его выступления. А соперник его сейчас тоже, конечно, завершил карьеру. У него пара залов бокса в родном Фениксе. В общем, они успешны. Да, смогли реализоваться. И за пределами ринга уже. Ну а сейчас мы видим, как они реализуют все свои таланты на парсянагном ринге. Ну была вот мощная атака Гонсалеса. И снова растерян Карбахал. Не удается ему поставить точку, завершить комбинацию свою пользу. Эпизод выбрать. Это чувствует Гонсалес. Он на подъеме явно. Не видит ни крови, не чувствует боли. И, конечно, вот этот настрой со стороны секунданта. Он все понимает, что ему говорят. Да, движение справа налево требует Начо Бористейн попеременно шагнуть влево, ударит справа, шагнуть вправо, ударит слева. Вот этих прямых ударов двух ушел. И здесь, конечно, да. Карбахал даже больше Гонсалес промахнулся, но потом все-таки достал. Но вот этого одного удара достаточно было. Колени слегка подогнулись даже. Замер у канатов на мгновение Карбахал. И снова чеки-то рвется. Он видит цель. Он уже больше ничего не видит. Соперник. Соперник все больше останавливается перед ним. И вставляет собой такую уже почти неподвижную мишель. Этим надо. И он этим пользуется. А Карбахал по-прежнему ждет шанса на один удар. Тактически проиграл он этот бой, безусловно. Такое впечатление, что Гонсалес больше хотел выиграть. А может, действительно, физически он был готов и лучше. И физически, тактически. И тактически, безусловно. Это уже мы констатировали, что он действительно имел более четкий определенный план. И он его жестко придерживался. Вот кладу. Да, залитый кровью оба боксера. Но мне кажется, все это кроет Фунберта Гонсалеса. Большей степени, да. Она даже на спине. Вот три. Три подряд Хука справа съел просто в челюсть. Гонсалес, но стоит. Неожиданно у Карабахала получилось то, в общем-то, что он пытался сделать самого первого раунда. Ну, хватит ли ему уже времени на это? Надо убедить судей вот этими последними секундами. Ну, что, финальную точку должны поставить сейчас как-то. Да и поджимает. Ну, попадает. Чикита. Чикита. Нет, он, конечно, был лучше в этом бою. Итак, вы видели вскинутые руки обоих боксеров. Но это ничего не значит. Давайте послушаем Байкла Бакера. Вот так вот. Первый судья. 117-113 Гонсалес. Второй. 115-114 Карабахал. Кажется, Казам Карабахал удивлен. Да. 115-113. Да. И Умберто Гонсалесу удался реванш, друзья. Он показал в этом бою свой характер, выдержку, умение, хорошую тактическую выучку. И, безусловно, он победил. У Майкла Карабахала существуют какие-то претензии, наверное. Он пытается что-то высказать. Но, тем не менее, этот бой он проиграл. Мне кажется, он скорее пытается договориться уже о третьем бое, который состоялся. Да, кстати, третий бой у них состоялся спустя 8 месяцев. И тоже был очень непростым, и тоже раздельным решением. Но там один судья дал ничью. Снова победил Умберто Гонсалес. Вот так прошло это трехматчевое противостояние, друзья. Было на что посмотреть, не правда ли? А на этом мы с вами прощаемся. Андрей Базаров и Борис Скрипло. Говорю вам до новых встреч. Смотрите «Легенды ринга», друзья.